дорогие коллеги здравствуйте так как я здесь бываю не так часто поэтому разобраться в технических вещах я буду скорее буду разбираться в этом всем процессе я рада вас приветствовать сразу хочу предупредить что у меня тут маленькое животное бегает как раз недавно просто мамы появилось это маленькое существо и мне нужно с ним посидеть это такой вот сфинкс чем надеюсь не будет сильно нам мешать она здесь бегать прыгает значит мы сегодня собрались с вами для того чтобы обсуждать на стандарты взаимоотношений точнее влияние стандарта взаимоотношений и убеждений на пару ну и начну я как обычно самопрезентации начну я как обычно самопрезентации меня зовут анжелика викторовна васильева я системный семейный психолог и когнитивно-поведенческий психолог и эти модальности совмещая в том числе благодаря этому я создала программу у нас в ассоциации когнитивно-поведенческая терапия пар куда я вас приглашаю буду приглашать в течение этого вебинара сегодняшнего прямого прямого эфира если для вас это актуально ну и собственно рассказывать я буду сегодня конечно про пару и про работу с парами как мы работаем немножко подраскрою какие-то моменты как я работаю интегрируя системной семейной психотерапии когнитивно-поведенческая терапии извините пожалуйста ну когнитивно-поведенческая терапия всегда она проводится в контексте семейной терапии вариантов вариантов много разных семейной психотерапии то есть это разные модальности и на программе тоже и рассказываю о том какие они бывают и собственно говоря вы сможете выбрать для себя на что-то наиболее для вас близко я вот очень люблю системную семейную терапию мира и боуина сальвадора минухина структурная терапия семейная миланскую школу про это конечно же я буду рассказывать и принципы терапевтические для работы с парами ну и семьями конечно мы будем с вами разбирать на программе значит сегодня про влияние убеждений и стандартов отношений а значит что это такое вообще когда мы работаем с парами ну или семьями я буду говорить про пары имеете ввиду что семьей конечно многое из того что говорю можно естественно тоже использовать но фокус у нас на парах когда мы работаем с парами у нас фокус на взаимодействие на взаимоотношения соответственно убеждения мы выявляем тоже про про отношения во многом мы исследуем какие есть должностования на этот счет да у каждого из пар значит что такое убеждение это общие особенности на и про людей отношения и это могут быть предположения это могут быть отношения это могут быть глубинные убеждения на вот ну например там мужчины мужчинам не нужна любовь или все изменяют мужчины например изменяем женщины меркантильные такие убеждения а стандарты это убеждения которые касаются особенностей на которыми должны люди и отношения обладать то есть это правило которые в общем-то да каждый в паре пытается часто навязать друг друг другу живет исходя из этих правил а как мы знаем с вами когнитивно-поведенческие терапевты да то правила то стандарты они могут быть дисфункциональной и наша задача конечно выявить эти дисфункциональные правила и показать это в общем паре и помочь в общем да сформулировать сформировать более функциональное правило убеждения которое будет помогать паре а не разрушать эту пару значит существуют параметры семьи которые важно знать мы исследуем простите пожалуйста мы исследуем разные параметры и функции семьи это очень важные параметры и механизмы которые тоже важно знать и по сути сейчас я подроскрою что это такое и по сути пара вам придет и покажет в чем проблема то у них они вам дадут какое-то выдадут как какие-то конфликты да какое-то содержание конфликтов которые будут указывать на темы с которыми нужно будет поработать ну например функции семьи у нас такие это бытовая финансовая сексуальная эротическая это функции эмоциональные все потребности на которые нам хочется удовлетворять в отношениях воспитательная не только эта функция касается воспитания детей но и каких-то правил правила правилах внутри пары тоже в общем-то важные такие моменты функция первичного социального контроля как можно себя вести как нельзя вести себя в нашей паре внешность поведение то есть это определяется парой и существует такое понятие границы пары то есть это правило взаимодействия с социумом да и очень важно чтобы границы пары определялись внутри пары согласовывались к сожалению часто бывает так что пара границы эти не согласовывает ну в общем на программе об этом я буду рассказывать особенно в контексте темы измен ревности и научу вас как работать с этой с этими границами какие еще есть у нас функции но функция восстановительна отдых досуг это тоже очень важный момент и соответственно во всех этих функциях могут быть проблемы то есть какие-то конфликты которые будут указывать на рассогласование убеждений стандартов внутри пары которые нам нужно будет как раз таки выявить и помочь им сформировать какое-то более эффективное функциональное правило убеждения механизмы какие еще это про параметры все говорю да лидерство мы смотрим обязательно как вообще устроено лидерство в паре очень часто люди борются за власть к сожалению в парах и если они сталкиваются с разногласиями то они ведут себя таким образом да то есть они либо воюют друг с другом настаивают настаивать на самом деле можно по-разному бороться за власть можно разными способами пассивной агрессии периодически люди уступают к сожалению и это тоже в итоге приводит потом к конфликтам потому что на самом деле чтобы было комфортно в паре важно чтобы удовлетворялись потребности каждого в отношениях когда человек уступает он в этот момент удовлетворяет потребности своего партнера что конечно здорово с одной стороны он при этом жертвует собой в конце концов вырастет напряжение потому что потребности важно не удовлетворяются соответственно через какое-то время будет какой-то конфликт это нужно понимать какие еще есть механизмы функции распознавания решения проблемы это семейный копинг понятно что могут быть адаптивные копинги как мы знаем да и мы смотрим на систему компенсаторных стратегий то есть на систему дезадаптивных копингов дисфункциональных которые пара воспроизводит мы смотрим на функцию распознавания признаков дистресса и собственно говоря в этом в этой теме тоже могут быть разногласия например могут быть убеждения что мужчины должны легко и самостоятельно справляться с дистрессом да очень часто эта функция нарушена функция восстановительные соответственно распознавания и признаков дистресса тоже ну то есть люди не понимают что человек сейчас устал что он нуждается в стрессе да и он нуждается в том чтобы партнер как-то его утешил вот выявляется это все с помощью так называемого цикла взаимодействия с которым я довольно буду вас знакомить на программе или кто у меня уже был на каких-то семинарах уже видел что такое этот цикл взаимодействия и конечно же также с помощью падающей стрелы то есть мы берем какую-то конкретную ситуацию так же как и в индивидуальной работе когнитиво-поведенческой работе но мы берем именно конфликтную ситуацию и по сути там у нас грубо говоря этот цикл взаимодействия состоит из двух смеров только мы еще добавляем мы добавляем еще на пункт потребности то есть нам важно очень на пару научить распознавать собственные потребности и предполагать в чем нуждается партнер это тоже такая важная тема для работы с парой ну и соответственно убеждения относительно потребности тоже могут быть функциональными и дисфункциональными мешающими до взаимодействию эффективному или наоборот раз такими адаптивными хорошими ну мне хочется еще сегодня познакомить вас с некоторыми параметрами важными до для работы с парами и это будут семейные роли уровень дифференциации и про лояльность тоже немножко скажу и да потом в конце я в общем расскажу что можно сделать как эффективнее всего работать с дисфункциональными стандартами до которые выявляются у пары значит очень важно парному психологу исследовать взаимодействие действия индивидуальных каких-то убеждений до человека и функциональной позиции внутри его родительской семьи функциональная позиция это по-другому если по простому это роль мы исследуем вообще какую систему взаимоотношений перенял человек каждый человек в паре и какую пытается не осознавая того привносить в отношения ну нам это важно для того чтобы естественно вывести на осознанный уровень все эти моменты до убеждения которые касаются отношений которые естественно были переняты из родительской семьи и человек может не осознавая того автоматически продолжать в общем жить исходя из этих убеждений что такое роли ну или функциональной позиции это такие закрепленные функции внутри семьи которые естественно определяют правила взаимодействия роли опять же определяют не только модели поведения паттерн и поведение но и цели и убеждения и чувства и ценности в общем и роли могут быть достолько ригидными что человек не в состоянии выйти из этой роли и когда он переходит в свои отношения в парные отношения в супружество то он к сожалению может опять же не осознавая того эти роли продолжать нести ну например достаточно частые роли обсуждаемые да это гипофункциональный член семьи и гиперфункциональный член семьи гиперфункциональный это такой деятельный активный многоделающий и контролирующий безусловно у него частые власти в руках хотя на самом деле пассивный гипофункциональный он тоже имеет власть и он ее не так активно просто да может реализовывать то есть скорее вот то что называют позиция жертвы да то есть властвовать можно и пассивно в общем то есть гипофункциональный человек гипофункциональная роль человек занимающий эту роль он часто такой немного инфантильный да неспособный не самостоятельный ну и соответственно первое что приходит в голову да как пример это женщина которая много делает очень активная зарабатывает да там а мужчина у нее ну это вот там классика да жанра наших клиентов папа пьющий не работающий особо не приносящий денег проблемный ну вот то есть гипофункциональный гиперфункциональная роль и соответственно выходя из такой семьи девушка может к сожалению к своему да неосознанно в общем воспроизвести всю эту семью потому что она перенимает роль ну там материнскую да идентифицируется с ней в общем вот так дальше соответственно я уже начала говорить про позицию да ну то есть о роли и здесь нужно нам еще с вами поговорить про уровень дифференциации так называемый мне очень нравится это понятие это понятие это одна из таких великих фигур в семейной системной системной семейной психотерапии такая значимая фигура и уровень дифференциации это по сути уровень зрелости который в общем показывает насколько человек способен в том числе определять отделять свои переживания от факта что очень важно в нашей когнитивно-победической психотерапии то есть мы учим вообще наших клиентов отделять чувства эмоции да от фактов ну то есть от мыслей точнее да очень часто у человека у которого низкий уровень дифференциации это все в общем слеплено ну сейчас по порядку да я может быть кто-то из вас уже знает это понятие но я про него сейчас расскажу прежде скажу что умер исследовал семьи и пары и в итоге он работал ну не только семьями с парами но и индивидуально то есть семейную системную семейную психотерапию можно делать индивидуально я об этом тоже говорю ученикам которые приходят на программу я говорю о том что мы здесь сформируем ну по крайней мере какие-то зачатки у вас точно будут через полгода через пять месяцев до обучения мы сформируем системное мышление которое вы неизбежно тоже понесете в свою индивидуальную работу то есть можно работать индивидуально как семейный терапевт использовать системное мышление и скорее даже где-то я вас подпорчу в хорошем смысле этого слова да то есть вы научитесь мыслить системно вы не сможете уже мыслить по-другому то есть мы расширяем да свое мышление и одной из главных задач в терапии с парами ну и индивидуально конечно это повысить уровень дифференциации то есть повысить уровень зрелости ну и выяснилось благодаря его исследованиям что повысить уровень дифференциации лучше всего помогает работа в треугольнике то есть когда приходит пара супружеская к терапевту и благодаря тому что терапевт сам достаточно хорошо дифференцирован у нас по крайней мере есть такая задача да и работать над своей дифференциацией конечно очень важно и благодаря тому что терапевт дифференцирован ну и в хорошем смысле да там дистанцирован где-то от пары он умеет быть собой и индивидуальностью в общем умеет отделять мысли о чувствах соответственно он больше ориентируется на какие-то факты да нежели на эмоции ну и это конечно помогает соответственно паре постепенно медленно этот процесс дифференциации друг от друга проходить потому что очень часто к сожалению пары с низким уровнем недостаточным уровнем дифференциации они естественно сливаются с партнером точно так же как и со своей родительской семьей откуда он в общем и приходит да со своим уровнем дифференциации и это конечно все влияет не очень хорошо то есть например хорошо дифференцированный человек он понимает свои потребности он понимает свои цели у него они есть он в хорошем смысле самодостаточен но при этом умеет быть и в паре и в одиночестве то есть когда есть крайности только в паре я могу быть в одиночестве не могу это обычно указывает тоже на недостаточном уровне дифференциации если я только в одиночестве это тоже может такое быть признак опять же низкого уровня дифференциации несмотря на то что кажется что человек самодостаточный отдельно есть понятие эмоционального разрыва про него тоже буду говорить на программе когда как раз таки люди отделяются из своих семей они далеко уезжают на другой край земли но при этом они остаются точно так же не сепарированы если такими словами говорить и к сожалению не осознавая того все эти сценарии отношений сценарии они воспроизводят в отношениях супружеских сценарии тоже понятие кстати говоря мюра и обоина это повторяющиеся с поколения в поколение паттерны взаимодействия и повторяются они за счет еще один такой важный момент важное понятие которое предложил нам Буэн это и его развивали еще другие специалисты это лояльность семейной системе это такой интересный конечно интересный интересный феномен с которым может быть можно спорить но когда я его объясняю я объясняю таким образом что лояльность это вообще верность существующим законам и к сожалению человек может повторять сценарий своей семьи то есть находить такого же себе мужа как мама например там пьющего я себе нашла то есть ради лояльности то есть верности существующим правилам ну и соответственно ролям которые были в семье лояльность означает верность и если я перестаю быть лояльным то у меня возникает чувство вины чувство стыда и это как раз таки те чувства которые регулируют поведение человека и его роль то есть если он вдруг начинает выпадать из своей роли привычной своих правил убеждений то в общем эти чувства активируются ну когда-то его этим да научили в общем то есть его когда-то винили стыдили соответственно он сам с собой теперь уже так обращается то есть у него активируется чувство вины начинает чувствовать себя плохим например сыном дочерью кем бы то ни было если он ведет себя как-то не так по отношению к семье ну и это все переносится на отношения с супругом ну и здесь когда мы говорим про лояльность как я уже сказала это не что-то мистическое да как может показаться иногда то есть человек не осознавая того какие-то вот сценарии может воспроизводить ну опять же просто потому что он так научился у него не было другого примера у него был пример родительской семьи ему могли говорить какие-то правила убеждения по которым он должен жить могли не говорить а показывать то есть научение и соответственно человек живет ну и сам того не осознавая это все воспроизводит может быть даже нисколько лояльности ради потому что у него нет примера но когда мы говорим про лояльность здесь имеется ввиду что человек не может позволить себе быть счастливее чем ну там родители например да чем его семья то есть у него активируется сразу чувство вины то есть вина выжившего здесь да уместно это понятие да сюда тоже привлечь то есть чувство вины за то что я живу лучше чем мои родители поэтому они могут сами того не осознавая продолжать в общем придерживаться каких-то дисфункциональных правил но это интересная тема как я говорю и мы не сразу конечно в работе с парой туда смотрим и это работа поглубже сначала мы конечно работаем на уровне тех правил убеждений которые грубо говоря на поверхности находятся которые легче всего достать очевиднее да они проявлены вот в конфликтах вот ну и если придется если будет необходимость если пара позволить захотят то мы можем пойти поглубже и соответственно можем обнаружить вот такие вещи как лояльность на уровне как это можно как симптом да если если вспомнить понятие симптома да то в когнитивно-поведенческой терапии пар мы рассматриваем симптом сначала мы смотрим на то то есть причины проблем может быть отсутствие навыка то есть проблем в поведении да это может быть наличие дисфункциональных каких-то убеждений на разных уровнях которые в общем-то нужно изменить и соответственно это поможет нашей паре и это может быть еще функциональное значение то есть симптом очень часто в семейной психотерапии и в системной семейной психотерапии Бумана рассматривается как ну что-то полезное для семьи да это такой стабилизатор семьи дисфункциональный стабилизатор ну и в общем мы тоже можем такое в паре обнаруживать и что с этим делать я рассказываю на программе но это опять же работа как раз таки поглубже и она связана с этим понятием лояльности очень часто ну покажу я вам наверное уровни дифференциации это не что-то такое ну это не теоретическая модель такое гипотетическое построение Мюрая Боуина да где он разместил на континууме людей да в общем отметил вот эту дифференциацию да уровень зрелости от нуля до ста это тоже для нас такое континуальное мышление привычное наверное переворачивается да ну в общем ноль сто сто это ну максимум да уровень зрелости дифференциации и ноль ноль двадцать пять достаточно низкий уровень двадцать пять пятьдесят достаточно встречающийся ну как бы такой конфликтный я сейчас про них чуть больше скажу двадцать пять семьдесят семьдесят сто это уже такой ну гипотетический уровень да вот значит ноль двадцать пять там эмоции у человека превалируют над мыслительными процессами то есть там с разумом все достаточно сложно то есть эмоции зашкаливают аффективное состояние в общем когнитивная сфера нервно курит в сторонке там достаточно часто в таких семьях встречаются зависимости и хронические заболевания очень тяжелые где все подавлено на самом деле и вообще в таких семьях с таким уровнем дифференциации нет конфликтов то есть там как в склепе находишься когда приходишь в родительскую семью то есть никто ни с кем не конфликтует но там очень тяжелая обстановка хронические заболевания смертельные ну и считается что в такой семье высокая лояльность то есть выходиться из такой семьи он к сожалению может опять же сам того не осознавая найти себе партнера с таким же уровнем дифференциации в общем все это к сожалению не воспроизвести 25-50 здесь эмоции тоже играют такую главную роль но все-таки способны они к разумности в некоторой степени да самооценка здесь зависит от других тоже в общем-то да как с низким уровнем дифференциации здесь частые скандалы прямо вот скандалы и как ни странно да это даже лучше бывает для нас такой показатель что там способны поругаться высказать все это лучше чем все вот подавлено да там вот считается что тяжелее ситуация ну и семья такая она определяет кем тебе быть и с кем тебе быть да родители такого человека в общем часто говорят да в общем они дают оценки выбранным партнерам обесценивают да в общем выбирают как бы за тебя и определяют еще твою образ твою профессию да настаивают и пятьдесят семьдесят пять вот уже достаточно хороший уровень куда мы стремимся да и мы в терапии тоже помогаем паре этот уровень достигать насколько это возможно а вот то есть под власть эмоций только в сильном дистрессе попадают люди вот достаточно развитая вот таких людей ну и соответственно таких семей свободны ну в том чтобы выбирать какой-то свой альтернативный путь они могут отличаться от родительской семьи и родительская семья в общем спокойно к этому нормально относится здесь достаточно адекватная самооценка ну в общем не теряет свое я в паре не сливаются опять же потому что они выросли в такой семье где это им показали и признают их индивидуальность помогли в общем индивидуальность да сформировать соответственно они скорее всего найдут себе такую пару с которой в общем создадут прекрасный союз и к нам они не придут вот потому что мы им не нужны они сами справляются ну так может быть за какими-то локальными вещами столкнувшись каким-то кризисом нормативным да с которым они еще никогда не сталкивались ну опять же не обязательно ну то есть такие пары достаточно быстро работают с ними хороший альянс они разумные ну и в общем достаточно редки в практике это вот как раз таки кто к чему мы ведем пары ну и напомню что помимо того что помимо главной цели создать безопасность в паре мы работаем еще как раз таки над формированием над увеличением да это дифференциации то есть над индивидуальностью каждого то есть мы где-то парадоксальным образом работаем в том числе и на разделении и соответственно мы очень выстраивать гармоничную систему близости дистанции это пульсация или ритм который есть в каждой паре и к сожалению вот в таких дисфункциональных семьях с низким уровнем дифференциации обычно этот ритм близость дистанции выстроен опять же дисфункционально туда подключаются разные дисфункциональные способы стабилизаторы треугольники в общем создаются дисфункциональные треугольники то есть кто-то подключается для того чтобы снять напряжение внутри пары люди очень часто устраивают такую систему один убегает другой догоняет наша задача научить в общем периодически они сливаются периодически дистанцируются это в общем все обговорено договорено согласовано это то опять же к чему мы стремимся и вот этот ритм это то куда мы тоже смотрим это такой параметр важный для нас диагностический в том числе который подсказывает на каком уровне человек находится в том числе ну что еще что еще я должна сказать да хорошо дифференцированный человек он занимает позицию в паре такую я что-то делаю не так и соответственно я со своей стороны могу что-то изменить для того чтобы в нашей паре было хорошо если пара приходит и каждый жалуется друг на друга и хотят изменения от другого то это опять же такой для нас признак низкого уровня дифференциации его нужно повышать и результат терапии это в том числе может быть вот это понимание сформированное в процессе часто многократного повторения да того что проблема создается совместно это совместное дворчество обычно говорю то есть и понимание того что я здесь тоже вложился в эту проблему со своей стороны это может быть таким очень хорошим показателем результатом терапии и соответственно показателем того что дифференциация у человека повысилась уровень дифференциации очень хорошо повышается когда мы исследуем стандарты которые мы вынесли из семьи и естественно мы их оцениваем уверенность структуризируем это очень хорошо помогает для как раз таки повышения уровня дифференциации ну и соответственно мы вернулись с вами к теме стандартов убеждений хотя это все про как-то про это мне важно было эти на моменты вам рассказать и так закинуть удочки что мы это все больше про это больше будем говорить на программе я это буду раскрывать и что с этим делать тоже буду естественно показать нам важно видеть конфликтные убеждения конфликтогенные то есть внутриличностные конфликты они реализуются внутри пары чем эти конфликты запускаются разными убеждениями И вот Вот хочу вам пример как раз-таки, чтобы не только теория была, чтобы вы, может быть, поразмышляли, пример вам привести. Мы все выходцы из семьи, соответственно, мы это всё неосознанно переносим в свои отношения. Мы можем не согласными быть с тем, как жили наши родители, но это где-то внутри нас оседает, и на уровне глубинных убеждений, промежуточных убеждений. И, с одной стороны, мы можем хотеть лучшей себе жизни, мы можем считать, что мой-то партнёр, в отличие от маминого, будет работать, если я такого найду, там мужчина должен работать. Но может быть конфликтогенное убеждение, что я, может быть, женщина недостойная, я, может быть, неценная, соответственно, может быть, такое предположение, исходя из этого глубины убеждения, что я особо и требовать-то не должна. Или жить как мама и не высовываться, да, иначе, опять же, лояльность семье будет нарушена, я буду чувствовать виноватой, как так, я буду счастливее, чем мама. Это могут быть, конечно, естественно, не осознаваемые все рассуждения, и мы их вытаскиваем уже на свет в индивидуальной терапии. В общем, пример давайте. Пара приходит и жалуется на то, что они не могут согласовать финансовую функцию, то есть они жалуются на то, что каждый по-разному относится к финансам. Она, значит, не вкладывается, по его мнению, для нее деньги – это что-то типа… Ну, то есть она начала немножко зарабатывать, но она относится к своей профессии как к хобби, как бы, да. И психолог, допустим, да, она начала работать психологом, да, и что-то чуть-чуть у нее там получается, но в целом это денег-то особо не приносит, особенно в начале практики. А что она при этом говорит, какая у нее жалоба? Что, в общем, он от нее требует включиться, требует, да, зарабатывать деньги, для нее это как-то травматично. А для него она меркантильная выглядит, да, она ему не помогает, он чувствует, что вот он устал, и, в общем, такая жалоба. Выясняем, что в семье у него мать не работала, ну, что-то там как-то помогало, конечно, отцу. Такая традиционная была семья патриархальная, отец всю жизнь работал, и, в принципе, они были такой хорошей семьей, ну, достаточно, да, функциональной, кажется так, на первый взгляд. Ну, то есть там было согласие, они не конфликтовали, то есть папу это устраивало. Но он, ну, то есть много уставал, такой гиперфункциональный, да, был партнер, много уставал, ну, и в конечном счете он умер от сердечного приступа. Вот. То есть заболел, то есть с работы сразу в больницу, и, в общем, ну, и скончался в какой-то момент, да, очередной раз попал в больницу. Вот такая, да, семья. И здесь уже можно предположить, какие там могут быть убеждения относительно того, какими должны быть мужчины и женщины, какие там предположения, ну, и глубинные убеждения тоже можно предполагать. Но понятно, что это будет все притянуто сейчас за уши, потому что все это, естественно, нужно с клиентами сверять. Ну, мы сейчас просто пофантазируем с вами. У нее, значит, отец пил как раз-таки, да, продолжают этот пример. Финансово вообще не участвовал, мать все тащила на себе. Да, ей было очень тяжело, ну, это надо, да, она успешно зарабатывает, ну, вот все тащила на себе. Соответственно, какие у них могут быть убеждения, стандарты? Действительно, финансовая сфера, да, потому что здесь именно выделили вот эту конфликтную тему, которую нам нужно как раз-таки решить. Какие? Может быть, есть у вас какие-то идеи? Какие могут быть? Здесь нужно понимать, что раз они вместе, значит, скорее всего, у них есть какие-то конфликтогенные убеждения. То есть, с одной стороны, они могут хотеть одного, какие-то стандарты, да, на поверхности вылезут при анализе конфликтов, связанных вот как раз-таки с финансами. Но мы можем обнаружить поглубже конфликтогенные убеждения. Ну, ладно. Значит, у нее может быть предположение, если он меня любит, то будет полностью обеспечивать, ну, и не будет, да, требовать. Но при этом у нее, напомню, отец не обеспечивал. У него, если она меня любит, ну, например, это может быть про уважение, это может быть про любовь. Часто это про любовь. Вообще деньги и любовь – это такие темы, путаница вот в этих темах часто возникает. Любовь равно деньги часто у людей. И если бы она меня любила, то предлагала бы работать, она бы вкладывалась, да, она бы не занималась этой психологией. Ну вот. Такие могут быть убеждения. Если опять же поглубже копнуть, так как они находятся в этих отношениях, то есть вероятность, что мы можем обнаружить, что такое убеждение у нее, что она должна все тащить на себе, как мама, он, там, настоящий мужчина, должен быть сильным и, вот, там, не жаловаться на жизнь, да. Вот. И, соответственно, они нашли, как это часто бывает, да, себе, партнера, который вот это убеждение будет подкреплять. То есть она подкрепляет, входит в коалицию с этим убеждением, что настоящий мужчина должен быть сильным, да, его внутриличностный конфликт. Ну и, соответственно, он там входит в другой конфликт. То есть, может быть, она еще может ведь озвучивать, и часто так бывает, что я хочу реализоваться, я хочу зарабатывать деньги, да, но при этом, чтобы вот мужчина все-таки обеспечивал. Потому что, опять же, у нее в этом плане дефицит. Ну и поглубже, это может быть, что я неценная, раз папа, в общем, да, так относился к нам, к женщинам, вот, например, так может быть. И, как я уже говорила, стандарты отношений убеждения не выявляются с помощью цикла взаимодействия, то есть конфликт. Цикл взаимодействия есть в негативной, есть в позитивной. Позитивная – это что-то хорошее, да, и мы там выявляем адаптивные, соответственно, убеждения и копинги. А негативный цикл – это конфликтная ситуация, напряженная какая-то ситуация, и, соответственно, мы там выявляем дисфункциональные эти все автоматические мысли, убеждения, да, стандарты, ну и дисфункциональные модели поведения, да. Систему мы там выявляем вообще, если говорить про пару, систему компенсаторных стратегий. Как они вместе создают проблему. К сожалению, даже если человек не искажает второго, он часто может действовать неэффективно, просто потому что не умеет по-другому. Или потому что уже первый исказил партнера, и я вижу, что он на меня нападает, и я вынуждена защищаться, другого способа я не знаю, мне это как-то угрожает, и, соответственно, там очень часто закрепляется искажение первого. То есть, например, он думает, она меня не уважает, раз со мной не соглашается, значит, мне нужно настоять на своем, а моя женщина должна мне подчиниться, что-то такой пример у меня возник. И я буду настаивать, говорить, как она должна себя вести, потому что то, что она проявляет, является признаком вообще-то негативное отношение к мужчинам. А она, не знаю, отказала ему кино вместе посмотреть. Нет, ну, бывают такие примеры. И когда она это видит, его такое поведение настойчивое, агрессивное, она чувствует себя не в безопасности, и она считает, что нужно себя защитить, такое у нее правило, которое может быть адаптивным, и где-то может быть дезадаптивным, если чрезмерно. Чрезмерно. Ну, для пары в данном случае она может быть неполезным в каких-то случаях. Хотя, может быть, не в этом. Ну, в общем, она начинает пресекать его, например, говорить, со мной так нельзя. И когда она это видит, он еще убеждается в своих убеждениях. То есть самозабывающее пророчество – это очень частая история, которую нам нужно тоже паре показать, и которые, к сожалению, могут есть в отношениях дезинфункциональных. И не так-то просто бывает это убрать. Даже если они это видят, они все равно снова и снова туда могут возвращаться, создавая вот эти пророчества себе. значит, ну, если возвращаться к этому примеру, что может происходить, да, и какие мы можем выявить стандарты, с которыми мы можем поработать. То есть, допустим, мы берем какую-то ситуацию, так же, как и в СМЭЛе, да, мы выявляем конкретный какой-то срез, и мы смотрим, какие мысли были, какие чувства, какое поведение, как это поведение отразилось на партнере, ну, какие у него запустились мысли, чувства и поведение, и мы еще добавляем, как я уже говорила, потребности. Ну, и ситуация, да, он пытается поговорить с ней о финансах, спокойно, да, говорит. И в ответ на это у нее возникает там ее фрустрация, она чувствует себя в небезопасности, она воспринимает эту ситуацию чрезмерно искаженно, ну, там, через призму своих отношений, да, в родительской семье. Она думает, что он не хочет обо мне заботиться, ну, там, забота, может быть, да, фрустрируется в том числе. А мужчина должен обеспечивать женщину полностью, вообще безоговорочно, не требовать от нее деньги. Она обижается и замолкает. Когда она замолкает, он чувствует, что его, может быть, не уважают, не принимают, и он думает, что она меня хочет использовать, например, да, у него вот куда-то такая мысль появляется. И мы можем здесь с помощью падающей стрелы выявить убеждение, например, женщина должна помогать мужчине, когда он попросит. Ну, хотя это может быть такое адаптивное. В общем-то, поднимается тревога, он начинает ее, ну, ты не знаю, допытывать, пытаться до нее достучаться, объяснить ей, что-то аргументировать. Она еще больше замолкает. Вот он, цикл, в общем, закручивается. И пытается он достучаться, потому что в его семье, например, был пример, когда люди договаривались, а в ее семье такого не было. Она видела только продавливание, да. Вот, но несмотря на то, что у него могут быть адаптивные стратегии, так он нашел себе партнершу, да, с таким опытом, и его стратегии в данном случае будут неадаптивными, нужно что-то другое, естественно. Ну и, соответственно, в паре мы, работая с парой, мы будем искать, что это может быть другое. А другое, если очень вкратце, да, секрет, то есть лучшее поведение, функциональное поведение – это такое, которое удовлетворяет и мои потребности, и потребности партнерши. То есть ему нужно предположить, что она хочет, какие потребности ее сейчас сфрустрируются, для того, чтобы, в общем, на уровне поведения и коммуникации взаимодействовать так, чтобы она началась взаимодействовать. Ну и, соответственно, мы, работая с парой, можем взять какое-то одно из, и потом поработать со вторым на следующей сессии. Ну и что мы можем делать с такими выявленными, да, убеждениями. Вот здесь аккуратно с оценкой важно быть, потому что, опять же, да, существует самозбывающее пророчество, и пара может прийти, и там будет достаточно, в общем, доказательств того, что я права в своих суждениях, да, потому что на уровне поведения он демонстрирует что-то такое, что доказывает действительно ее мысли, хотя изначально она могла неправильно его воспринять. Вот. Но, опять же, так как цикл, он совместно сформируется, он, к сожалению, это как-то подкрепляет. Ну и наоборот, естественно. Поэтому с оценкой, ну, то есть доказательства за, доказательства против, с этим аккуратненько, здесь хорошо идет с парами прагматические диспуты. То есть плюсы и минусы продолжать придерживаться этого убеждения. Да и ей прямо исследуем это. Чем это полезно, чем не полезно. И вот прям как мы делаем часто, мы просим пообсуждать одного партнера про убеждения другого. Как вы думаете, чем ей полезно придерживаться, продолжать придерживаться этого убеждения, как это у нас было, господи, что мужчина должен всегда обеспечивать, никогда не просить там помощи у женщины, да. Какие плюсы у этого, какие минусы, там долгосрочные минусы, да. Есть ли какая-то альтернативная версия, что можно было бы ей предложить. Ну, в общем, вот так. Соответственно, дальше, после обсуждения этих преимуществ, недостатков, да, в общем, мы предлагаем поискать какой-то альтернативный вариант, который будет подходить каждому и будет минимизировать недостатки, да, для обоих партнеров, то есть будет способствовать удовлетворению важных потребностей в паре. В общем, это должен быть какой-то такой стандарт, должен быть, да, должен быть такой стандарт, который включает важные ценности, потребности обоих человек, да, в паре. Ну и дальше мы помогаем внедрить этот новый стандарт, предлагаем какие-то модели поведения, какие-то эксперименты, которые могут пойти после сессии, в общем, люди применить для того, чтобы закрепить эти новые убеждения. Ну, с этим, я думаю, вы знакомы как комитет по гонористу терапевту. Ну, и, соответственно, мы после эксперимента выявляем какие-то недостатки у этого нового стандарта, может быть, выяснится, что он не совсем подходит, его нужно подкорректировать, да, мы корректируем его, параллельно работаем с появляющимися еще глубинными, может быть, убеждениями какими-то, другими убеждениями, и, ну, и, в общем, потихонечку таким образом внедряем новый стандарт. Вот такая, может быть, работа. Я думаю, что я сегодня была немного сумбурна в связи с тем, что у меня тут котенок, извините, она уснула в какой-то момент. Сейчас вот здесь лежит, успокоилась, девочка. Вот, давайте я почитаю ваши вопросы. И еще раз, коллеги, конечно, я вас приглашаю на программу. Прошу прощения, а тут за шум, который я вначале создала. Так получилось сегодня. Есть ли какие-то комментарии, вопросы? Напишите по поводу того, что рассказываю. Группа-то у нас третья, то есть я уже два потока выпустила успешно. Сейчас у нас в эти выходные стартует третья группа, так что присоединяйтесь, в следующие пять месяцев мы будем активно работать. Так, ну, вначале здесь про сфинксов, конечно же, пишут, и еще демоны. Действительно, они для меня похожи на драконов. Из «Престолов» чем-то напоминают. Ага, здесь кто-то из Севастополя. Здорово. Подскажите, вы концептуализируете семью в КПТ или ССТ? А, как раз-таки я это совмещаю, вы увидите, если придете на программу. То есть циклы взаимодействия отражают как когнитивную модель, так и системную модель. Ну, можно пример из опыта. Семья, ребенок зависимый, 30 лет не работает. Пишите, как это видел бы Боэн, пожалуйста. Не совсем понятно, что вы имеете в виду. Ну, то есть есть предположение, что раз он зависимый, то низкий уровень дифференциации. Ага, лишь бы не как родители, как компенсаторика. Ну, антисценарий, который в конечном счете, да, приводит все равно к тому, что мы вот эти убеждения, которые мы от семьи получаем, научаемся, да, тому, что нам показывают, мы это все равно как раз-таки мы сами-то не осознаваем и приходим к тому, что живем по этим правилам, хоть можем не хотеть их реализовать. Ну, как решается такой конфликт на практике, я надеюсь, что я раскрыла, потому что я рассказывала об этом, давала рекомендации, что можно с этим делать. Если партнер не в состоянии удовлетворить потребности другого, то какой выход из ситуации в этом случае. Ну, опять же, мы можем выяснять убеждения, которые мешают удовлетворению потребностей, да, то есть что мешает человеку, какие его идеи, предположения, убеждения, правила, да, плюсы-минусы мы также можем рассмотреть и можем дальше предложить им поторговаться. Если вот в таком виде не хочу длиться потребность, хочу, могу вот в другом. То есть потребности – это уже универсальные такие вещи, да, принятие, забота, безопасность и так далее. Есть еще стратегии реализации потребностей, ну, или желания по-другому, да, то есть конкретно что-то, что может сделать человек для тебя, как ты поймешь, что о тебе позаботились. Ну, я люблю этот пример выразить, это про меня, для меня забота, когда мне предлагают налить мне чашечку кофе или чая, приносят мне это все, да, приносят вместе кота с этим всем. Вот для меня это одно из проявлений заботы. Если человек, ну, не готов вот в таком виде заботиться, может быть, он предложит какой-то альтернативный вариант, если совсем не хочет удовлетворить потребности, вот, ну, нет, я считаю, там, женщина, не знаю, мужчине не надо заботиться в отношениях, да, ну, тут вопрос, в общем, да, я откровенно говорю, тогда зачем вместе, да, то есть один хочет этого, а другой хочет этого, и удовлетворять вы это друг другу не хотите, ну, то есть вы ломать будете друг друга дальше или как. Вот внизу Наталья к семейному психотерапевту обратится лучший выход, да. Обучение по времени занимает у нас 5 месяцев, 5 семинаров и итоговый аттестационный вебинар, где как раз-таки, ну, вы подготавливаете кейс, и там мы разбираем ошибки кейса. Коллеги, ну, у меня на этом все. Спасибо за ваши комментарии и вопросы. Спасибо. Хорошего вам дня. Ну, и тогда я буду завершать. Сейчас бы понять, как это сделать, как обычно. Сейчас да. Ну, и тогда я буду завершать. Продолжение следует...